Песня 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 И мне очень хотелось, чтобы вы купались в этом ощущении, в ощущении цвета, в ощущении смелости, потому что проходит в футивле пленэр последние 10 лет, и у нас там в футивле накопилась целая, на целый музей коллекция работ с пленэров наших. Вот тут вот на этом арт-объекте, где тоже изображён в пути, есть прайс-шоу, вот немного картин из нашей коллекции, поскольку они находятся, как вы сами понимаете, на Украине. Ну а здесь работы в основном авторов, которые бывали в пути или там писали. Работы здесь есть, написанные там, но есть и много работ, которые просто созвучны. Как-то или напитавшийся пути, в фестивале художник писал, или просто какое-то есть внутреннее созвучие. Вот эта часть выставки, перед этим у нас была персональная выставка Инны Энтиной, ну, можно сказать, прижизненного классика, мне так уж теперь кажется. А здесь Инночкины акварели, именно Путильские, реально там написаны. Вот горы, просторы, свежесть и вот эта смелость, необыкновенная смелость делать то, что хочется. Артему Киракосову вот две работы, не путивле написано, но они, по мне, так они очень путильские, неспроста он мне их подарил. Вот я что хочу, то и делаю, выставила их на этой выставке. Его запомнили и до сих пор вспоминают там все от малого до великого, потому что он за пять дней провел пять мероприятий. Вот там чудесные маленькие акварельки чудесного человека Танечки Романовой. Танечка живет в Харькове, но она недавно приезжала в Москву и привезла вот эти акварели и нам оставила. И с тех пор они в артерии. И что важно, это акварели лета 2015 года. То есть когда этим летом очень многие совершенно обоснованно не приехали, побоявшись, на вес золота был каждый, кто приехал. Вот Танечка в том числе приехала. А вот там вот висят работы как раз Кати Чеверовой и ее подруги Ани Смирновой. Но Катина одна работа еще и как заглавная висит вот как бы вот в самой удаленной точке нашей перспективы, нашей галереи. И вот входишь и сразу видишь ее, потому что мне как она просто кажется в какой-то степени формулой. Кутивля, то что Катин удалось вот это сделать, ощущение вида с Непольской горы и вот этого Аська, которого все новообращенные путевляне, все воспринимают как некий символ. Хотя, конечно, а если живут, даже в Африку летают. В Африке живут, и они везде. Их, наверное, там тоже очень любят. Но в Путивлях очень много, и как бы вот этот вот шум таких крыльев птеродактиля, который летит над тобой прямо на уровне глаз, когда ты стоишь на высокой горе, все-таки это очень сильно производит впечатление на всех, кто первый раз. В этом зале есть феликс-бук, которого мы называли «Наше все». Вот на фестивале и называют. Путивля он ездил несколько лет, не просто ездил, он действительно был там центром всего происходящего. Он давал помрачительные мастер-классы по мозаике, по деревянной игрушке. Вот там, может быть, игрушки его с мастер-класса увидеть. Игрушки вот такие маленькие, которые можно, я уверена, увеличить в десятки раз. Это будет отличная скульптура парковая или вообще городская скульптура. И там его работа и работа людей, которые первый раз в жизни вообще делали деревянные игрушки. Ну вот Феликс дал такую живопись, при том, что он гораздо более известен как гениальнейший мозаичист. Феликса работают мощные, мужественные такие, могучие. Вот довольно даже для меня непривычные. Почему? Потому что я привыкла с целью, во-первых, мозаикой, во-вторых, в Путивле. В Путивле период Феликса абсолютно отличается от его остальной живописи. И от того, что здесь. От того, что здесь. Потому что в Путивле Феликс почему-то писал очень нежные, нежнейшие, понтилистические такие работы. Совершенно серебристо такие, изумрудноватые. Какие-то... Но сплошная лирика, вообще сплошная поэзия. А никакой брутальности, как вы этих работаете? Женщина в пруруби теряет белье. Для многого молодого поколения, я говорю, которые этого не знают, не видели, и не знают, что так может быть, кроме нажатия кнопки и стиральной машины, оказывается. А я это видел, я помогал им рубить эту прорубь, я заносил, помогал им это вести, вот это вот белье по снегу. И вот она стирается, и для меня это Мадонна. Мадонна, Мадонна, но с тем младенцем, которых она вот стирает белье вот тем младенцем и все. И это, можно сказать, что это вот современная икона нашей жизни и нашего вот искусства, не размышляя, не разговаривая. Ты чувствуешь это? Это искусство. Если ты начинаешь размышлять, это другое инженерное, юридическое, космическое образование, очень много есть других вариантов жизни. И, пожалуйста, здесь только чувства. Вот в искусстве, то, что сейчас представлена Нина, она поездила по многим мастерским, отвергла сотни работ вообще. Ну, тогда. Вот, вообще да. И взяла вот лучшее. Поэтому отнеситесь к этому, вот, чтобы вот ваше сердце открылось. Пойдем. Анечкины работы... Да кругом они. ...написаны не летом были. И увиден Путевль был ею в самые затрапезные такие и очень тоже поэтичные моменты, то ли поздней осени, то ли ранней весны. Но это, мне кажется, очень ценным, потому что у всех остальных это просто фейерверк света летнего, а у Ани это благородство и вот такое драматургия какая-то тонкая, именно переходных таких, тоже ничуть не хуже этапов. И в природе и в жизни человека. А на рубероидах это вообще экспериментальная... Вот, пожалуйста, вот что такое откровение? Кроют крыши. Да. И вот она вот пишет на крое крыши, но... Цветочки. Не что она пишет, да. Клава, я родилась 7 мая и случайно попала в пути, мне Нина пригласила. И какое было бы удивление, что 7 мая весь город, ну, приблизительно в два раза дальше, чем до Краснопресненского метро, собирается народ, тысяча людей и идут с крестным ходом в монастырь, Молчинский монастырь. Это как раз вот явный вот это 7 мая, когда впереди идут все священники, очень много съезжается, человек до 50, дальше больше. И вот за ними идет весь город. И вот эта масса, вот этот город, это надо представить себе. Кругом красотища, сирень цветет, а люди идут радостные. И ни в одном городе я не видела такого крестного хода. Еще я хотела обратить внимание, вот когда сказали, что такое смотреть с Никольской горы, и это фантастика. Обратите внимание на эти две картины. Вам пока что же такое не бывает. Это очень высокая горка, на которую ты смотришь одну речку, другую речку, дальше там так заворачивается, 7, а дальше река. И вот эти луга, на лугах, вы не представляете, а на лугах очень много аистов. Это вот картина Нины Кибри. Я прошу обратить внимание, сейчас очень плохо с таможней. И вот там вот, там сидит таможник. Все, кто проходил, да, все, кто проходил хоть один раз таможню русско-украинскую, обратите внимание. И вот обратите внимание на то, что веселый народ, поцелухи, это визитная карточка Путивля. И вот эти, чтобы понять... Веселый, веселый, едет человек и думает, вырастил урожай, что теперь с ним делать? Нет, ну вот эти яркие мазки, вот эти сила, это, ребятки, радость, которая придет из Нины, когда она приезжает в Путивль. Когда она организует много лет фестивали. А в том зале у нас более Путивская составляющая. Я тоже зову вас, наверное, дескутировать сюда, пожалуйста. Да, это фильме пейзажа Люды Горловой. Но действительно, с Путивлем что-то очень созвучное. А познакомилась я с ней вообще в незапамятные времена, в 80-е годы. Она была моим любимым художником, какой-то Горлова Эл. Я понятия не имела вообще, что я когда-нибудь с таким прекрасным художником буду лично знакома. Этого прекрасного художника в виде обстриженной такой кудряненькой девочки ко мне привели прямо на кухню в Путивле. Ну да, ее друг жизни в Путивляне. Он в Москве нашел в многомиллионном городе вот замечательную такую художество, которой я увлекалась, совершенно не связана с ним. И потом Люда же привезла в Путивлю первую всю компанию, первую фестиваль 2003 года. И вот это сделали. Феликса, Александра Ивановна, Слава Челкова и актеров, которых она снимала в своем фильме. Когда я увлекалась искусством Люды, оно было вот такого плана. Прошло это количество лет, мы познакомились с Путивлей, после этого она мне подарила юбку, своими руками сделанную, в общем, которая, я считаю, что это музейная вещь. В этом зале обожаемый нами Владимир Яковлевич Ратнер. О него мы много говорим. Он живет в городе Сумы, он бросает тот цвет на нашу жизнь, потому что у нас есть в Москве студия Ратнера. Мы рисуем на концертах следом за ним. Но вот это его портреты, которые еще не экспонировались в прошлом году. Это Рембрандт. Это вообще художник, работающий, постоянно краски у него и карандаш в руке. Сейчас мне через 20 лет звонят люди и говорят, он был 20 лет не похож, он был вообще ничто. А сейчас он стал таким человеком, как его изобразил. Как говорил Пикассо, он написал, он говорит, ну это же не похоже. Дождитесь времени, и это будет похоже. И люди дождались времени, когда Пикассо приходит, это же портрет моего сына, или меня, или моей дочке. И все восхищаются, а он везет в музей. И вот здесь Ратнер, это человек, просто музыка, человек-оркестр, который постоянно работает, работает, только изображает все. Как? Что? Это смысл можно. Это памятник. Памятник человеку, преданному, он не получает за это ни деньги, ни призваний, ничего. Вот он работает. Вот что такое искусство. Вот, кстати, вот это есть искусство. Про расписанные предметы еще мы не сказали. Это тоже целая эпопея, потому что вот этот художник, который с камерой в руках, ничто не выдавало вообще в нем такого... Это Андрей. Днистового, да, дарования. Когда он начал расписывать бытовые совершенно предметы, они стали превращаться... Мало того, что это предметы искусства, на которые не каждый даже решается подъявляться, но к тому же, почему-то он все время рисует именно путильские темы, хотя вообще никто его не навязывал, не ставил его задачи. О, он даже ноутбук, он тоже с путевским... А знаете, что такое, это называется смелость. Да. Вот жизнь, вот никто не сяк, вот предмет искусства. Я пришел на французскую выставку, где-то в музее, и там актуального искусства называется, если вы не знаете. Вот и все ходят актуально, актуально, я так обхожу что-то, а тут приходит слесарь, берет эту лестницу, одевает, а я вхожу, что это актуальное искусство. Какие-то пищи, какие-то палочки, галочки, актуальное искусство. А я вхожу, а приходит слесарь, он берет лестницу вот этого, одевает, берет эти актуальные цели, а он здесь лампочку вкручал. Я думаю, вот, а это прям искусство и все, это смелость, прикоснулся, он и делал для этого, чтобы человек сел. И можно жить, любоваться и жить, и вот это вот совмещение, а то прям актуальное искусство. А король-то голодь, и никто не скажет, никто не скажет. А тут кто-то бубнит в этой комнате. Кто? Здесь кто-то бубнит. Дашкеев. Эта комната ждет Анатолия Дашкеева. Мы надеемся, у нас есть такая слабая, но очень такая настырная надежда, что мы его вместе с Лукейей Андреевной сможем скрутить, связать и привезти сюда. Ну и в этой комнате, я надеюсь, потом повесить его в персональную выставочку, когда он приедет вместе с Лукейей Андреевной. Это Италия, это вот Пампиду, Лува. Это вот художник, вот достойный вот такого уровня. Вот я в нескольких поколениях тоже художника, я совершенно официально заебраю, что вот этот художник, вот уровень Малевича, Кандинского. На анонс пунктов таможенных, через которые я там уже годами езжу, у него даже есть походник там по таможеннику, не странно. То есть есть человек, таможенник, который мне сказал, а, знаю я в Путивле, вы из Путивле? Да, из Путивле, у вас там есть один такой человек, у вас есть художник один в Путивле. Я так опалдела, таможенник мне рассказывает, я говорю, какой же он, вы знаете, он какой-нибудь такой, пишет и сорочек, и вот, я с ним поиском, вот, да, да, у вас есть такое, вы-то знаете, да, да. Я с ним даже беседую, мне всегда рад. Вы знаете, что он путивский художник, это ничего не сказать, потому что он, конечно, человек мира, и учился он на Дальнем Востоке, в Хабаровске, потом учился в Москве, в Сульковском институте проходил ассистентуру, стажировку, а потом в Питере работал, в художественных школах жил в Питере, в общем-то, в питерской такой закалке. Ну а дальше судьба так повернула, что он оказался снова в Путивле, анатолий наш. Вот, и там он живет, и вообще-то целый кусок жизни последний год посвятил работе с детьми. Причем ученики просто показывают какие-то неимоверные результаты. При этом мы вот несколько лет назад проводили в Москве выставку его с учениками, его работу, перемешку с работами его учеников. Тогда еще можно было это все провести в огромных количествах. И в одной художественной школе мы сделали такую большую выставку, и там приходили вот специалисты и педагоги, и искусствоведы, и они задавали им какие-то смешные вопросы. Как вы отбираете этих детей? Где вообще вы находитесь таких гениальных детей? Значит, анатолий смеялся, говорит, да мы еле уговариваем, вообще по всему городу бегаю, и во всех школах говорю, вот приходите рисовать, и вот кто придет, вот тот и рисует. То есть просто вот, ну, конечно, оно не совсем так просто. Все-таки приходят все равно талантливые, такие, которым это нужно, но результаты поразительные бывают. То есть вот все работы, которые вы сейчас видите, это специальные, якобы для детей, сделанные работы, такие адаптированные под детское восприятие. То есть он так считает, что он разрабатывает методики. Пытался разработать характер именно березы. У тебя, по-моему, тоже береза, да? Тоже береза. Там у него был дуб, он был абсолютно другой. Вот я просто не помнила, что у тебя была верба, она совершенно другая. Ветки такие, как руки корявые. Очень сильнее колодца. Я считаю, что это как бы вот художник-исследователь такой, что вот для него гораздо важнее процесс работы, чем вот результат. Вот они, кажется, вот незавершённые, что там что-то можно добавлять, вот что-то. Просто какие-то тонны пишутся в записок. У него такие папки, где в основном записи, но и вот такого плана. Вот сейчас он, допустим, вот это тот ближе к последним его работам. То есть сейчас он исследует поверхности, различные типы поверхностей, как они взаимодействуют с эмоциям человека. Ну а работа предыдущего периода, это вот такой экспрессионизм, очень крайнего толка вот такой вот экспрессионизм, и полуабстрактные, или почти абстрактные вообще цветовые работы. А чтобы понять вообще, что такое Путин, вот надо немножко посмотреть на эту телегу, немножко посмотреть на Эмикоэрс. У него потрясающие, у него есть произведения, вот прямо горы, горы Путин в леске. И вот, и тоже любимая телега, у него был, говорит, на берегу какой-то такой. Это столько любви к этому городу. Ну и везде, везде висят вот эти тряпочки расписные. Это целая тоже история со студией Путинской Батик, как называется, открытой мною в Путивле по страшной моей наглости, потому что я только получила несколько советов от моих двух подружек, специалистов по Батику, что такое голодный Батик, приехала в Путивле, получила буквально вот, я через три приехала в Путивле и открыла студию. И сразу начала преподавать в Батик. Вы знаете, ну это был фантастический опыт, потому что приходили на эту студию от мала до велика, люди абсолютно всех возрастов и мужского и женского пола. Был юноша, который ходил 6 километров в одну сторону, 6 километров в другую, чтобы вот позаниматься в студии. Как пример. Кстати, он потом оказался племянником Дашкейва. Эта студия просуществовала на самом-то деле два лета всего. Одно лето и другое лето. Совершенно между ними я уезжала в Москву, и она прекращала просуществовать, к сожалению, из-за того, что помещения не было. Так они даже были готовы без меня продолжать. И это были такие художественные университеты, после которых, наверное, 80% студенцев пошли поступать по художественному управлению. И вот мое такое мнение, что основная задача художника, живописца, графика, неважно, прикладного искусства художника, привнести в свои работы чувство восторга, восхищения и любви. И мне бы вот хотелось, чтобы, посмотрев на эту выставку, внимательно всмотревшись в работы, вы ушли с чувством любви отсюда. И держали его в себе, приехали в Путиволь, и поняли почему-то, откуда такое восхищение. Потому что мы попали в Путиволь, вот тут художника Анна Смирнова еще представлена, мы попали где-то в Рани 2000, Людмилу Горну, Людмилу Горну чуть раньше туда попал, мы попали только в 2007 году. И с этого года мы начали ездить туда постоянно. То есть мы попали один раз, увидели это все, увидели эти холмы, услышали концерты музыкальные, происходящие прямо под открытым небом, увидели художников, которые... Вот там идешь по городу, куда не пойди, то везде натыкаешься на своих родных людей. Художников, музыкантов, местных жителей. И Путиволь это такое зачарованное место, мы много где писали. И это такое зачарованное место, где есть все, где есть холмы, где есть река, где есть цветущие сады, огороды с тыквами, есть интереснейший рынок, прекрасные местные жители, совершенно колоритнейшие персонажи, куда не пойди, там какой ряд на рынке не пойди, наткнешься на поэта, который продает помидоры и перцы. Там какой-то магический город, волшебный. Когда мне о нем рассказывали много-много лет назад, приезжайте к нам, там, вот такие щуки в реке. Я думаю, ну, о своей родине, ну, кто же по-другому расскажет? Все так говорят. Везде вот такие щуки. Я молчу, с удовольствием слушаю. Да, но оказалось все правда. Раки в реке, щуки, потрясающие закаты, такие горизонты, что я просто не встречалась нигде с такими. И вот я надеюсь, что художники, которые там писали, это свое восхищение как-то вложили в свои работы и надеюсь, что оно передастся вам. Стучат колеса мне в пути, В пути, в пути, в стучат колеса мне в пути, в пути, в пути, в пути, в пути. Из какого сора рождаются стихи? И вот это вот, из какого сора все рождается? И вот из этого сора нашей любви к Путивлю, к Нине, к поездкам к нашим, к откровению людей, которые нам рассказывают вот эти вот прекрасные какие-то истории. Когда я был в Путивле, я был там 5-6 раз. Человек рассказывает о своем сокровенном. Как он посадил цветок, как эту картошку, как он выросл, как он ловил рыбу, как это все. И из этого складывается наша человеческая жизнь-история. У Нины с этим связана вот эта вся ее жизнь. Вот почему она хочет вот эти объединить любви и с Украиной, и друг с другом, и с Россией, чтобы это все было вот здесь, вот за счет чего? Работ, искренности, это. Я смотрю, потрясающе высказывает. Люди не просто едут Путивом. Из Харькова, из Кишинева, из Киева, ну, из Питера, из Москвы и так далее, из других стран. И я просто приглашаю всех обязательно на следующий год, несмотря на все, поехать Путивом с нами. Город, 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 на границе лесов и степей, город любви и город мечты моей, город цветов и город, а истинных гнезд, город солнца, неба и на небе звезд. Город, солнца, неба и на небе звезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова